Здравствуйте! Представляем котел варочный на 600 литров вакуумный под давлением с двумя люками. Получается это кран нижней выгрузки 450 на 350, то есть открывается. Дно у нас плоское, кран слива ДУ-50, пульс управления. Здесь у нас кранники уровня, это краник нижнего уровня, это краник среднего уровня. Заливочная расширительная воронка, вакуумно-аварийный клапан, и сверху у нас стоит, сверху закрывается крышка на зажимок, рассчитан под давление. И стоит, значит, сверху у нас вакуумная камера, электроканадный манометр и тоже самое группа безопасности. Это кран для подачи продукта, вернее воды, смоющая головка будет стоять. Крышку убираем, то есть мешалка у нас включаем, значит, на пульте управления, значит, у нас стоит сетевая кнопка, поблочное включение ТЭНО, то есть, получается, включаем 7 кВт, 14 кВт, 21 кВт, 28 кВт. Это таймер для работы по времени, я задаю 10 секунд, значит, не будет воды, загорится, как раз, на лампочке аварии. И мешалка, значит, у нас получается, его в одну сторону работает, и таймер отработал. Регулируется резистором, либо быстрый, либо медленней, в одну сторону, либо в другую. Также на смотровой диоптер, для того, чтобы можно было контролировать процесс сварки. Вот пошла устойчивая струя пара. Также предусмотрим у нас автореверс, то сейчас задано по 20 секунд. В одну сторону отработает 20 секунд, переключится, будет работать в другую сторону 20 секунд. То есть, сейчас идет, значит, у нас устойчивая струя пара. Внизу стоит турпластовая шайба, кран слива до 50 секунд, если что, можно было продукт как бы слить. Ну, то есть, сейчас мешалка приверла с другую сторону. Закрываем люк. Тут люк герметичный. Ножки на европорах. Все как бы идет процесс варки. Работает сейчас автореверс. Ну, так же самое котел предусмотрен под давлением. То есть, давление будет создаваться. Сейчас пошла устойчивая струя пара. Закрываем дожимы. Давление, так же, будет расти у нас внутри бака. Будет контролироваться, отключаться будет по верхнему, по ЭКМ. То же самое, доходит до верхнего предела, отключится. То есть, пошла струя пара с рубашки. Прикрываем сюда давление в самом котле. Сейчас дойдет до верхнего предела, котел и отключится. Сейчас давление растет. Сейчас давление растет. Ну, то есть, зайдет до верхнего предела, отключится. И сейчас предел у нас стоит 0,4. А нижний предел 0,2. Упадет и включится. То же самое у нас по верхнему, по верху получается. То же самое по давлению. То есть, выставляем здесь 0,4 верхний предел, 0,2 нижний предел. То есть, отключается и по верхнему, и по рубашке. То есть, и по терморегулятору. Контролируем температуру продукта. Все давление растет. Сейчас дадим до 0,4 и отключится. Третья губ. Так. Это, конечно, мертва. Так. 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 давление растет сверху зажимаем зажимы сейчас как бы с анализирует что идет процесс ну то есть инцентрами как бы работает давление сейчас дойдет и и тены как бы отключиться и пока не упадет котел не включится сейчас придел 0.4 отключились 3 стены как бы отключились и пока давление не упадет котел не включится то сейчас бросим принудительно это все пены упали, включились, сбрасываем давление, все, котел готов к работе.